добрейшего всем времени суток будем улучшать пищеварение рыб добавлять полезных бактерий в их питание с помощью закваски из витома я взял витом 1 вит аптеке купил но лучше брать витом 1.1 еще нам нужна сода пищевая каша детская не на молоке ну на пяти злаках где-то вот я хайн взял лучше вот такие вот хорошие каши брать из нескольких злаков кипяченая вода рецепт на один литр кипяченой воды добавляем одну чайную ложку без горки соды одну чайную ложку без горки витома и одну чайную ложку без горки каши у нас получится вот такой вот раствор он будет прозрачный сначала за двое суток при температуре 30 градусов комнатная если он будет 30 градусов то за сутки где-то у вас уже получится эта закваска если температура будет ночью прохладнее там 24 22 градуса то за двое суток это закваска получится она будет пахнуть у всех по-разному так с обонянием на мой так сказать нюх это пахнет яблоками сидр яблоки кому-то кажется что пахнет штукатуркой то есть увидите и будет такое помутнение сразу скажу не делайте целый литр для домашнего аквариума можете там сделать стакан 250 миллилитров там 200 миллилитров то есть такой объем не делайте хранить особенно долго не будете хранить готовую закваску уже в прохладном месте где-то крышкой кстати прикройте можно не плотно чтобы лишнее туда ничего не попадало и будут у нас полезные бактерии замачивать можно разные корма вот здесь я гречку замачиваю то есть гречку промываю заливаю этим витомом через пять-шесть часов гречка уже так все в себя впитает гречка сырая не варю ее она вся раскрывается то есть становится мягкой 5-6 часов вполне достаточно можно замачивать замороженные корма также можно замачивать сухие корма из сухих лучше брать чипсы или гранулы но я замачивал хлопья тоже такой делаем консистенции но именно корма сухие такой хороший достаточно плотный не надо чтобы она там в воде прям вся была это полезная штука для рыб для их пищеварения то есть там будет пробиотики содержать то есть пищеварение будет улучшаться состояние рыб тоже кстати будет помогать бороться с болезнями то есть рыба будет крепче в общем-то а самой вот закваски все главное хранить недолго в прохладном месте я думаю может быть неделю он как раз вот тут муха прилетела вот я хлопья замачиваю просто обычные хлопья тетровские сделаю кашицу у меня объем большой потому что я на работе допустим кормлю рыб так вы для домашнего использования литр не делайте то есть делайте поменьше пол литра в стакан вот такая каша получается ложку берите обязательно но если будет с ложки так кормить то ложку берите металлическую иначе есть пластиковая рыба там откусят всю ложку обкусают пальцы тоже не надо совать в аквариум а то откусят вместе с кормом рыба вам как хорошо все это употребляют поэтому будьте аккуратны при кормлении чтобы рыба вам не нанесли никакого вреда и ложки ваши не повредили не съели потому что все очень питательно кстати хлопья не так пылят когда вы замачиваете корм и хорошо когда сухой корм попадает в таком более влажном состоянии рыбам они когда он прям сухим то есть это сухой но он не очень хорошо для их пищеварения когда в сухом виде корм прям попадает а так он влажный увлажненный не пылит достаточно кстати мелкий когда вот хлопья так размачиваешь вот я так беру с ложечки немножко совсем для домашнего аквариума много не делайте штука полезная то есть подходит витом 1.1 для приготовления это обычно в обычных аптеках вот витом 1 это я брал вет аптеки также можно делать на витоме 2 хорошая штука для рыб питательно очень и полезно но гречка я кормлю цехлит и золотых рыбок то есть мелочь гречка не кормите можно манку тоже делать на витоме замачивать то есть так для разнообразия и также опять же живые корма и замороженные вот как раз золотых я гречкой кормлю кстати их не крутит это очень хорошо они становятся такими округлыми в общем для пищеварения рыб это отличная штука спасибо за просмотр заходите на канал подписывайтесь ставьте лайки делайте себе тоже такую закваску кормите ваших питомцев успехов вам во всем всех благ берегите себя и своих близких не прощаюсь